здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас гостях пётр сергеевич филиппов политик публицист автор проекта уроки 90-х здравствуйте пётр сергеевич добрый день давайте поговорим о правом государстве что это такое правое государство если просто коротко это государство где закон обязательно для всех неважно кто ты чиновник дворник или президент вот яркий пример в южной кореи взяли и посадили президента президент шум за взятку можно подумать предположить что в россии президента посадят это невозможно значит правого государства в россии нет а кому вообще нужно верховенство правы и зачем ну прежде всего я скажу что в любом обществе есть две системы взаимоотношений одна это иерархия вот в семье кто старше а в фирме кто старший директор менеджер это иерархия а есть еще общественная конвенция форме право законов которые для всех обязательны вот в европейских странах это кавен конвенция о равенстве граждан перед законом независимо от служебного положения она играет определяющую роль а в чем в таком случае разница между законом и правом чем вот эти два понятия друг от друга отличаются понимаете право это то что дает людям возможность иметь свои права и свои свободы дарованные им от рождения а закон это то что принимает государственная дума вот наша государственная дума это ведь не парламент так это на эти отделение администрации президента отдел они примут тот закон который им предпишут даже если этот закон будет абсолютно абсурдный ну например закон об иностранных агентах поэтому право всегда выше закона это мы видим на примере допустим советского законодательства у нас была самая демократичная советская конституция но это не мешало нам сажать и расстреливать людей без законно без причин без оснований так все таки что такое правовое государство правовое государство это государство где законы такие что они устанавливают равенство людей перед законом я имею ввиду и закон который регулирует процедуру судебного производства и наказания и привлечения то есть они должны во первых они должны защищать наши прирожденные неотчуждаемые неотчуждаемые права и свободы во вторых должно быть верхоменство закона для всех и в третьих должна быть правовая организация государственной власти чтобы чиновники бюрократия которые составляют нашу вертикаль подчинялись закону а не раздавали например госзаказы своим людям членом кооператива озера вот тогда получается правовое государство и во всем мире выработаны критерии по которым государство можно считать или не считать правовым каковыми например равенство граждан перед законом независимо от занимаемого положения во вторых это неотвратимость наказания за нарушение закона ты не сможешь до взятку суде избежать наказания в третьих это независимость судебной системы и в первую очередь это исполнительной власти президент или премьер-министр не может назначить судью не может назначить его непосредственно или с помощью ручного органа таким ким является сегодня совет федерации наконец это отсутствие у правоохранительных органов возможности извращать законы по московскому делу мы же видим за то что человек бросился бумажный бумажным стаканчиком его приговаривают к нескольким годам лишения свободы что это такое это извращение закона и и должна быть четко выраженная система контроля общества за правоприменительной практикой в мире множество государств и вот соответствие с этими критериями там еще несколько россия сегодня находится на восемьдесят девятом месте из 113 стран по которым проводится сравнение анализ то есть мы миром как правое государство не воспринимаем все есть это как рейтинг верховенства права когда конкретной стране да как верхней рейтинг вероятства права который нас ставит в очень плохое положение но что нам в таком случае мешает почему вот у нас происходит именно так прежде всего нам мешает менталитет традиции и обычаи наших сограждан опросите людей на улице что они думают по поводу конституции поправок который предлагает нам путин что вообще не думают по поводу закона и вы знаете что ответить что закон что дышло и что в россии всегда указание начальство было есть важнее закона и люди с этим мириться причем мириться даже тогда когда это бьет по их личным интересам у людей забирают налоги потом из этих налогов из их денег намерены строить дорогущие дороги а потом будут брать с людей плату за проезд по этим дорогам абсурд но наши люди с этим согласны вот пока мы будем баранами все так и будет продолжаться то есть единственная надежда это изменение просто менталитета людей отношения к законам государству к праву вообще просто коренное изменение самого населения правильно в первую очередь это изменение политической культуры и молодое поколение благодаря интернету дает надежду они уже знают что там в европе живут по-другому и суды и там работают иначе и полиция там честно и взяток не берет им молодым хочется жить как в европе на это вся надежда но в таком случае еще надежда на то что молодые люди при возможности останутся здесь чтобы здесь что-то менять они просто возьмут уедут европу верно ведь правильно на это есть некоторая надежда но к сожалению у нас происходит отрицательная селекция и самые умные и старших поколений из молодых уезжают в европу остаются послушные такое тоже есть ну будем надеяться что так будет не всегда будем развиваться это сергеевич